В завершающей части лекции я хочу рассказать о пяти прекрасных продуктах тяньши, которые соответствуют пяти внутренним органам. Для оздоровления легких лучше всего подходят капсулы тяньши с мицелием кардицепса. Кардицепс также укрепляет почки. Для нормализации работы печени лучше всего принимать хитозан. Для укрепления сердца можно выбрать один продукт из трех – целебные капсулы, вейкан, капсулы с ресвератролом. Для селезенки можно выбрать спирулину и сироп из фиников. Это хорошие продукты для создания правильного движения ТИ и крови в организме, чтобы все питательные вещества усваивались полностью. Для укрепления почек можно, кроме кардицепса, выбрать кальций. Сочетание кардицепса и кальция очень эффективно. Восполняя кальций, мы укрепляем кости. Укрепляя кости, мы укрепляем почки. Для легких к кардицепсу можно добавить сироп из фиников. Он восполняет ТИ и кровь. В этой лекции мы разобрали связь пяти первоэлементов – дерева, огня, земли, металла, воды – с пятью внутренними органами, пятью цветами, пятью вкусами и многими другими факторами. Конечно же, это только небольшая часть всей информации, связанной с теорией пяти первоэлементов. В дальнейшем мы сможем более подробно разобрать ее. Большое спасибо всем за внимание. Желаю всем здоровья и радости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова